Итак, мы в моем кабинете. Я его ласково еще называю мой хламовничек. Мне все говорят, ну какие мухи в интерьере, Наташа, ну о чем ты? Я говорю, господи, ну это же стеб. Это даже больше пчела, чем муха. Привет, вы на канале Микулишна, меня зовут Наталья Мандругина. И на этом канале все о дизайне интерьера, о декорировании, о винтаже. И немножечко о шмоточках, конечно же. Девочки, они такие девочки. Не забывайте подписываться, ставить значок вот здесь об уведомлении новых сообщений и новых выпусков, чтобы не пропустить, ну ничего интересного. В смысле, ну ничего интересного? Чтобы не пропустить ничего, а интересного-то будет очень много. Итак, вы сегодня в святая святых, обычно это спальня. Ну для дизайнера, наверное, интерьеров это кабинет в том числе. Здесь рождается многое, в спальне вдохновляемся, сюда приходим эти идеи воплощать. Хотя и тут они тоже бывают, рождаются. Стол хороший и крепкий. Вы меня, кстати, стояли за интересным просмотром. Мы подбираем искусство сейчас в проект. И последнее мое увлечение – это скульптура. Это скульптура, наполненная смыслами, где каждое творение несет с собой глубокий подтекст. И, конечно же, здесь много о восточной философии, которая в последнее время занимает моему все больше и больше вместе с теологией и другими религиями. Интересно вообще так складывается, мы с возрастом погружаемся в совсем другие смыслы, ценности очень сильно меняются. И вообще классный возраст после 40, я считаю, такой интересный, так жить становится интересно. Ну ладно, я опять отвлеклась, ну как и всегда, впрочем. Итак, мы в моем кабинете. Я его ласково еще называю «мой хламовничек», потому что здесь живет какое-то невероятное количество различных предметов. Для кого-то это шумно, на самом деле у меня чешутся руки перебрать полки, но я перед вашим приходом не готовилась. Это у меня такой творческий мой хаос и беспорядок, в котором я живу ежедневно. Просто на некрасивом я не фокусируюсь. Точка фокуса там, где ты есть, я смотрю на красивое. А в каждой из этих тысячи мелочей для меня есть свой смысл, глубокий и красота. Ну да, и пока я не забыла о красоте. На мне кимоно, халат, платье, домашнее платье от компании Марфа. Это мой бренд домашней одежды и текстиля. Сейчас в линейку еще попадет много всего интересного. Все не просто так. Все по-взрослому, патент. Все как должно быть. А, и еще о красоте и винтаже. Мы же здесь не просто так собрались и много будет всего. Я вам покажу, как миксовать винтаж и новое современное. На примере своего уха. Смотри, это винтажные сережки, но к ним идут кафы. Этот вообще от Сваровски, очень похожий по цвету на камень винтажа. И каф... У нас есть еще одно направление с бижутерией. Но об этом потом. Пока молчу, потому что все только начинается. Так, отвлеклись от меня. И пойдем по кабинету. Кабинет в тонах, которые соединяются между спальней и детской комнатой. Здесь появляется красный цвет в кирпично-оранжевом, его прочтение. И зеленый цвет, но если там он замрудный, то тот он травянистый. Все комнаты между собой разговаривают, общаются по цветам. Просто прочтение этих цветов немножечко тонально меняется. Этот прием я очень люблю в домах, в квартирах, когда мы идем в цветовой гамме, потихонечку меняя ее пропорциональное соотношение из комнаты в комнату, чтобы помещения не казались разрозненным. Ведь это прекрасная история про один дом или про одну квартиру. И, конечно же, внешнее убранство и архитектура дома должны соответствовать внутреннему. Когда мы в хай-тек постройке делаем классический интерьер с Людовиком XIV, у меня вопросики возникают к жителям этого дома. Как он вообще внутри себя вот эти две истории поженил, и почему у него раздраива нет. А скорее он там всего есть, и ехать надо к доктору. В общем, мы же выбираем все сами, поэтому к себе каждый раз вопрос задавайте. Зачем, почему мы это делаем? Такой саморефлексии, как психолог заставляет, или наставник вести дневник саморефлексии. Вот мы когда делаем интерьер, я своих клиентов тоже заставляю рефлексировать над интерьером и спрашивать, зачем, почему вы хотите то или иное решение. Просто хочу здесь не работает. Это всегда идет глубже, через голову, через сердце. И надо снимать несколько сразу вопросов, чтобы интерьер вас окружал гармонично, и в нем было легко и спокойно. О решениях, которые здесь, в этом кабинете есть. Меня вот подписчикам раньше нравились, сейчас некоторые меня осудили за кувшинки в столике, хотя они очень забавные. Они живут рядом с креслом из золотого металла. Видите? А, точно, еще один пробел. Снова белая батарея. Помните, в детской комнате? Здесь то же самое. Краска куплена, но руки не доходят. Зато здесь прекрасно видно лапы собак. Надо отмыть будет. Собаки у меня большие, когда им что-то интересное, они находятся в помещении, которым не видно. Обычно с первого этажа им видно отлично. Участок, там кто-то ходит, они пытаются залезть на подоконник, забывая о том, что они не кошки. Хотя мне, когда я покупала эту порогу, мне сказали, это котопес. Ну вот да, наверное, так и получается. Котопес. На подоконнике живет и соседствует Китай и такие лилии Геральдика. Купленные на блошином рынке, старенькие, покоцанные, с моим любимым американским механизмом. Это когда колесико на включение-выключение работает колесиком. Вы его просто прокручиваете. Мы привыкли, что это кнопочка, да, вкл-выкл, а тут колесо в одностороннем порядке. Она крутится по часовой стрелке. Вот такие вот геральдические металлические линии с грубым холщовкой, холщовкой, да, наверное, абажуром. И мне нравится эта нарочитая грубость, потому что она разбавляет всю вот эту прекрасную бархатную историю на оформлении окна. Здесь должна была быть еще римская штора, как и в спальне. А на ней должен был висеть стеклянный стеклярус. Очень красивые шарики из стекла, из разноцветного. Вспомнить бы, в какой ателье я их отнесла и в каком ателье я их снова забыла. Вообще, конечно, это кошмар. Хорошо, я про клиентов так не забываю, как про себя. Вот компенсация. Соседствует это все дело вот с такой вышивкой, традиционной для Китая. Это вышивка на шелке, шелковой ниткой, гладью. Такая сувенирная история, которую все привозят. Мне она очень нравится. Я сначала не понимала, для чего, как и когда она досталась мне от друзей. Я ее привезла из Китая. Это их трофей. Они мне ее привезли, сказали, тебе надо? Я говорю, ну пусть будет. И только, хотя я не поняла, что это не смогла ее оценить, но поехав в Китай, ознакомившись с традициями, с культурами, с культурой, побродив по Шанхаю, по старым уголочкам, по лавкам мастеров, которые все это ручками своими прекрасными это делают, и традиции, которые многовековые поддерживаются, и правительством Китая в том числе, чтобы ребята не забывали о своих корнях. Это, кстати, замечательная вещь, когда люди чтят свои традиции. У нас, к сожалению, русский стиль практически не прослеживается. Единицы есть декораторов, которые работают с русским стилем, и людей, которые сейчас восстанавливают постройки, делают в них гостевые дома, отели, чтобы была возможность хотя бы на несколько дней, приехав в живописное, красивое место, например, тот же Плёс, соприкоснуться с действительно русской культурой, посмотреть на великолепные украшения домов, на наличники, нарезные. Каждый наличник рассказывал историю. Слушайте, напомните мне, а я свой ты наличник вам показывала? Нет? Не показывала? Не показывала. Покажу. Так, в общем, чтите свои традиции и историю. Тогда вопрос, а где же русское в твоём доме, Наташа? А оно есть, а я вам его покажу обязательно. Оно тоже существует, так же, как и в ДНК моего стиля. Оно тоже заложено, я очень люблю такую историю, как российские головные уборы, платки, павлопосадские платки, шерстяные, часто ношу их зимой, и вологодскую паутинку тоже ношу, и кружево вологодское, в том числе, вписываю в свои гардеробные истории. Иногда делаю из них панно, которые украшают загородные дома в русском стиле моих заказчиков. И я думаю, что в ближайшее время в этом кабинете я хочу тоже сделать ремонт и перекраску. Здесь тоже они появятся. Поехали дальше. Винтажное кресло, которое дико облизало и было куплено на какой-то распродаже. Я просто сняла с него лишнюю шпаклевку, частично зашкурила и затонировала маслом каким-то воском по дереву. Не стало ему ничего менять. Он где-то с какими-то погрешностями, потертостями. Но я его дико обожаю. Она очень удобная. И когда девчонки... Я не только с девчонками в спальне закрываюсь, но мы часто здесь заседаем еще и в кабинете. Здесь большое, потому что количество посадочных мест клиентов я сюда приглашаю редко, потому что считаю, что они должны оставаться все переговоры в офисе. Только знакомые, которым я делаю ремонт, которые живут недалеко, бывают у меня в гостях, мы можем обсудить здесь какие-то рабочие моменты. А так, это чисто рабочая история для меня, для моего супруга. Больше кабинет мой, но сейчас Денис Юрьевич активно его тоже использует, сменив профиль своей деятельности. он тут иногда меня выгоняет, поэтому у нас появилось два стола. Я более мобильна, мне не всегда нужен большой компьютер. А вообще все началось вот с этой подушки. А как я прекрасно с ней сочетаюсь. Смотрите, тигрица, зеленая сегодня, и сирки мои сюда идеально подходят. Опять отвлеклась. Не похвалишь, да? Не поедешь. Да, в цвет. В общем, смотрите, здесь история про то, что был, опять же, замечательный магазин Чин Дэм, где можно было найти какие-то сокровища. Вышитая подушка в любом нормальном бренде будет стоить космических денег, даже если это вышивка машины, как тут, и это штамповка. Если это только непрямые заказы из Китая огромными партиями, что в Чин Дэме в принципе и было. Когда партия большая, себестоимость каждой вещи становится меньше, меньше, соответственно. И тогда в районе около двух с половиной, трех тысяч рублей можно было купить чехол на коварную такую подушку. Да, на обыкновенную подушку. Сделать из нее красоту. И я долго ходила с этими подушками, их две, вторую сейчас покажу тоже. И кого-то из своих клиентов спрашивал, давайте мы построим на этом прекрасном цветовом сочетании что-то из объектов, давайте куда-нибудь впишем. И никому не вписывалось, никто не мог оценить леопарда и муху. Муху сейчас покажу тебе. Мне все говорят, ну какие мухи в интерьере, Наташа, ну о чем ты? Я говорю, господи, ну это же степ. Это даже больше пчела, чем муха. Тут хотя и мухи, и пчелы есть. А пчела это вообще королевский символ, если что. Дом-то Гуччи не просто так ее себе взял и в теорию пчелы. Так вот, я поняла, что не пропадать этим подушкам и 7 лет назад, основываясь на колористике этих двух подушек, я сделала полностью этот кабинет. Вот так вот иногда из текстиля и даже копеечного текстиля может родиться история. История эта между собой вся завязана, поэтому, как я говорила вам в прошлой серии, все не просто так, имеет свои смыслы, поэтому лишних предметов в этом кабинете нет. Здесь прекрасный, разноцветный, такой выбивающийся Давид, как небольшая нотка юмора в классическом интерьере, он такой яркий, он меня немножко сейчас бесит. Я обожаю их работы, они не в высоком ценовом сегменте находятся, но очень здорово всегда разбавляют классический интерьер. Хотя, что здесь еще можно было разбавить, не знаю. Если у тебя есть кабинет в доме или в квартире, то работай там и не выноси все это в те места, где ты принимаешь пищи, где ты спишь. Субтитры создавал DimaTorzok